Здарова, ребята! Давай, там, садитесь поудобнее, ёлки-палки, там, присаживайся, давай, сядь, стой, не смотри, да, там, сядь нормально, чуёчка заварить, там, чтобы у тебя всё хорошо было, нормально, чтобы всё было, замечательно, чтобы было, вообще, по факту, конечно, наверное, я закликбейтил название этого видео, но, тем не менее, лайк поставь или там дизлайк, очень, очень, очень мне хотелось взять, потроллить игроков, которые играют с чистой силой. Кто, кто, алды моего канала, алды моего канала, они знают моё отношение к подобной игре. Каждый вправе играть, как он хочет, как он может и так далее, но зачастую возникали конфликты, вот, связанные с тем, что, как бы, вы играйте, как хотите, да, хотите хоть стоя на голове, да, там, ногами вверх играть, хоть, я не знаю, почёсывая правую подмышку можете играть, вообще, как угодно. Главное правило не нарушать, и всё будет хорошо, но были ребята некоторые отдельные, которые играли с чистой силой, они постоянно в комментариях, где только можно, знаешь, брали такие, типа, Эти, извините, лошары, нубы, с раздутой силой, ну, то есть, как бы, они решили, что они будут играть через задницу, и они почему-то решили, что так играть правильно. И при этом херососили других игроков, кто, по идее, играл, наоборот, так, как требовали разработчики, там, с прокачанной силой и так далее, потому что один из факторов этой игры, это именно прокачка силы. И тогда, конечно, я дохера троллил таких пацанов, ну, это было связано именно с тем, что они, там, кидались на всех тех, у кого были, там, на складе допы и так далее. Вот, сейчас-то мне, как бы, уже стало немножко пофиг, но в этом видео я расскажу некоторые моменты, которые, возможно, я неправильно описал в предыдущем видео, да, про обновлению, некоторые моменты я пишу, которые, вот, недавно только узнал или понял, и, ну, немножко всё-таки попытаюсь потроллить ребят с чистой силой, хотя я сам один из таких, потому что, как вы помните, кто не видел, посмотрите, я вчера на пельмени сливал героев, да, дополнительных, но не суть. Первый момент, который мне хотелось бы затронуть, конечно, в комментариях вроде бы никто не жаловался, но с Андрюхой это обсуждали, мы сейчас созванивались с Андрюхой, типа, обсуждали эту обнову, и, как бы, хе-хе, вот, это ссылка в описании, там, на Донейшн Аллер скидается тысяча рублей, вот, и я вам пересылаю запись нашего с Андрюхой разговора секретного, мы там прям всё обсудили, короче, супер информативный разговор, о котором простые люди никогда не узнают. Нет, шучу, не надо кидать тысячу рублей, нету никакой записи, а вот, шучу, но с Андрюхой поговорили, поражались некоторых моментов, но, тем не менее, первый момент, это касаемо, к примеру, нового героя, я, как вы помните, хотя бы предыдущее видео, с моим обзором, да, с моим обзором обновления никто не посмотрел, просмотров там ни хера нету, да, и, тем не менее, я, когда говорил касаемо нового героя, я, типа, такой, ребят, посмотрите его описание умения, вроде как он, как Феникс, да, то есть он, когда включает умения, он останавливается, ничего не делает, ничего не может, и вот это вот всё, бафы не получает, но при этом остаётся смертным, то есть ему можно накидать люлей. Но фишка заключается в том, что Андрюха его уже потестил, и у нас разработчики, как обычно, аплодисменты, аплодисменты, накосячили с описанием, то есть, если вы зайдёте на Феникса, вы увидите в описании, что Феникс, когда он включает своё умение, становится бессмертным, здесь вы этого не увидите, и то есть мы попадаем, скажем так, в некое заблуждение, по факту, да, когда он включается, он становится, грубо говоря, бессмертным, Да и вообще, читая умения, всё-таки ты понимаешь механику героя только на 50%, а то, что видос мало наберёт просмотров, да, там, мой про обновление, ну, потому что очень сложно сконцентрироваться, да, то есть, во-первых, утро для меня уже это сложно, а во-вторых, как бы, проблемки с глазами, ты думаешь не о том, что ты скажешь, а о том, как бы у тебя этот глаз не выпал нахер, и вот. Так, касаемо Сикача, да, то есть, я, возможно, его сегодня куплю, если вы под этим видосом наберёте много лайков, тут есть вот такой вот набор, может быть, я его куплю, прокачаю, и, возможно, сегодня на стриме по битве гильдии я буду им, грубо говоря, заниматься, ну, опять же, лепите лайки, пишите в комментариях, я буду вам весьма благодарен. А касаемо троллинга чистосильных игроков, ну, тут не то, чтобы троллинг, просто, опять же, я не упомянул очень интересный момент касаемо заработка этих очков. Это, оказывается, у нас лимит 57200, да, и причём для каждого игрока, для каждой силы свой определённый лимит, то есть, чем у тебя больше сила, тем больше ты этих звёзд, очков можешь фармить, грубо говоря, за день. И тут появляется такая очень интересная вещь, то, что уже, как бы, разработчики уже просто топорным, не тонким, а именно топорным намёком всем так намекают настойчиво о том, что, ребята, вам нужно качать силы, чем больше у вас будет силы, тем больше вы будете фармить ресурсов. Ну, тут уже, как бы, должно быть всем понятно, но я думаю, что фанаты чистой силы, они найдут плюс 100-500 причин, почему этого не делается, ещё засрут меня, засрут разработчиков, и вообще, как это так? Тебе, мы решили, что в этой игре нужно играть с чистой силой, а все остальные чмошники себе там допов, короче, накачивают в алтаре, и нам мешают разработчики играть с чистой силой. Нам виднее, чем разработчикам, да, вообще силу надо убрать, чтобы этих допов не накачивали. Вот, хотел бы я ещё сильнее потроллить, чтобы там прям вообще задницы горели у неадекватной части игроков, которая там бомбит, да, по поводу своей чистой силы и так далее. Есть-то нормально, они просто не хотят допов плодить, и как бы другим не мешают играть, никого не оскорбляют и прочее. Но, наверное, потроллить у меня не получится. Во-первых, по той причине, что лимит действует только вот на эти локации, которые здесь нам показаны. К примеру, там с битвой гильдии, с атаки фортов, ещё с каких-то локаций, с роллинга, да, когда ты роллишь, вместо кулачков тебе даются опять эти очки престижа. То есть, короче, вот всё, что с этих локаций идёт, попадает в лимит. Всё, что идёт там с роллинга, с битвой гильдии, с там атаки фортов и, возможно, ещё откуда-то, оно в лимит не идёт. И, как обычно, без ограничений, да, если там какой-нибудь будет зверский, зверский, грубо говоря, роллить, да, там свои 500 миллионов самоцветов, то он себе может таким образом накрутить, или, правильно сказать, заработать, нафармить этих очков престижа, просто умопомрачительное количество, да, но, как бы, вот этот факт нужно иметь в виду. И, казалось бы, да, типа, чё я троллю пацанов? Вот, смотри, у меня миллион сто пятьдесят семь тысяч силы, сейчас зайдём на аккаунт пельменя, ну, мы уже с Андрюхой сравнивали, да, то есть, смотри, у Андрюхи там сила меньше, чем у меня, но у него одно и то же количество очков. У него есть аккаунт на Тайване, там на миллион силы меньше, но при этом он там, у него лимит тридцать тысяч, да, очков. И, как бы, вроде бы, как бы этот лимит есть, вроде бы, вроде бы, конечно же, твое количество силы, которое имеется на аккаунте, влияет на этот лимит, ребята, тут уже не поспоришь, но проблема заключается в том, что не настолько сильно, вот, как хотелось бы, или что. Ну, вот, смотри, сколько у нас будет сейчас опциональное. Вот, тридцать одна тысяча, извините меня, да, как бы, у меня на миллион силы больше, чем на пельмени, но при этом у меня лимит всего лишь на двадцать тысяч, скажем так, очков. И я считаю, что нужно было бы, ну, вот эту вот ступень, ее все-таки увеличить, да, там, чтобы... Но я понимаю, что сейчас многие начнут бомбить, вот, этих новеньких игроков, а вот вы уже прокачаны, а вот что делать новеньким игрокам, да-да-да-да-да-да, играть, ёпта, и силу качать, вот что делать с новым игрокам, тем более сейчас понизили лимит, да, на переход, там, на другую звезду со 180-го уровня. Вот, просто, что если бы здесь было все жестче в плане силы, то, ребята, как бы, это была бы большая мотивация для прокачки силы. Сейчас, как бы, ну, вот такое вот. И, как я понял, да, у нас сила будет зависеть именно от того ранга, который у тебя здесь. Вот, я не знаю, я сейчас могу быстро как-то четыре тысячи силы качнуть? Ну, наверное, по-быстрому я, ну, не смогу качнуть. Но вы пишите, если вы проверяли, я думаю, вы напишите в комментариях, что, ну, реально зависит от ранга. И, соответственно, когда ты в начале игры, когда вот эти ранги щёлкаются, как орешки, у тебя этот лимит будет постоянно возрастать. Но, когда у тебя уже силы, там, за миллион, да, то есть ты одну и ту же цифру лимита будешь видеть постоянно. И тут, не знаю, вы уже сами решаете, это бонус, не бонус, как бы, ну, надеюсь, что ребята, которые с чистой силой играют, они всё-таки пересмотрят своё отношение касаемо игры. Также мы с Андрюхой очень интересный момент обсудили, да. Я, как бы, я топлю за эту фигню, да, что тут есть временные рамки, когда лучше фармить, чтобы получить в два раза больше наград. Потому что, ну, активность игроков падает, плюс это позволит, скажем так, с большим шансом нормально отфармить вот эту вот всю залупу в рандоме. Потому что мне уже не хочется, как раньше, как вспомнить с этими командами, ты там ебёшься, кто там может, кто-то не может, за кого-то там фармишь. Короче, это не хочу я, возвращения этих времён. И если вот так вот сделали, они правильно сделали. Но, типа, разработчики IGG не были бы разработчиками IGG, если бы они не накосячили. Андрюха Ирлёв говорит, так, ёпта, типа, как бы, атака фартов с 20.00 до 21.00. По факту, по факту, как бы, да. Ну, во-первых, атака фартов, она не каждый день. А во-вторых, во-вторых, я лично уже не хожу на атаку фартов. Ну, как Андрюха говорит, тоже, типа, атака фартов, как и осталось говном, так и... Ну, как сделали говном, так ничего, скажем так, изменять не хотят. Но он тоже, я ещё в прошлом видосе упоминал момент интересный. Он заключается в том, что он, к примеру, Лабиринт, тоже Андрюхе показывал. Да и вам вроде показывал, да. То есть, казалось бы, смотри, они здесь заменили, там, на кулачки, ну, типа, они заменили, кулаки убрали, заменили на престиж. И всё бы хорошо, но количество престижа не поменяли. И, то есть, ты должен тут, не знаю, несколько часов отмучиться, там, потратить гору самоцветов, чтобы, если тебе повезёт, получить 600 престижа. Вопрос, нахера это надо, когда ты можешь, не знаю, пройти лаву, да, и получить 1400 без x2. Это просто 5 минут. Или пройти те же руины, и там по 700 получить. То есть, тоже, ну, такая достаточно интересная вещь, как бы, Андрюха говорил, что многие игроки, там, у них недовольство. А, да, и вчера у меня на стриме кто-то писал, что, типа, кулачки теперь. Хер, ты нафармишь где-то кулачки. Вот какой ужас. Как мы теперь будем дальше жить. И вот это вот всё. Ребята, а вы, типа, дохеран, да, на битве гильдии, там, фармили кулачков или на других локаций. Прям там сыпалось, как с небес. Нет, основная часть заработка ваших кулачков, это сплюшек, которые раздают на халяву разработчики. Ну, это касаемо бездонатных игроков. Кто донастит, понятное дело, они получают эти кулаки, там, за какие-то паки, там, за какие-то бонусы и прочее. С акцией. И, то есть, это реально никакая не проблема, если, грубо говоря, ты за битвы гильдии, там, за другие локации не будешь получать эти сраные кулачки. Тем более, всё, что тебе надо купить за кулаки, ты, в принципе, сможешь купить за эти очки престижа или как они там называются, просто престиж, да, ты сможешь купить за престиж. И, тоже с Андрюхой разговаривали, очень надеемся, что, ну, типа, вот, каждые три дня или каждые четыре дня это всё будет дело обновляться и сюда будут какие-то интересные награды добавляться, да. Типа, хотелось бы видеть здесь ещё и синюю херню, да, для прокачки суперпитомцев, но он что-то мне подсказывает, что всё-таки разработчики оставили для себя шанс эту синюю херню продавать за бабулеса, чем бесплатно нам отдавать в обмен на эти очки престижа. Значит, вот такая вот фигня получилась, вот такое видео, кому понравилось, обязательно поставьте лайк, ну, хотя, я думаю, кому понравилось, то до конца досмотрел, ты уже красавчик, пока.